Вчера президент провел большой актив вместе с губернаторами и членами правительства. Давно я ожидал такого выступления, где четко была оценена сложившаяся обстановка, где правильно были даны необходимые ориентиры, где ключевые позиции, в том числе и нашей программы «10 шагов достойной жизни» были сформулированы президентом в качестве официальных поручений правительству, всем министерствам, ведомствам и губернаторам. Мы давно заявляли о том, что надо максимально отмобилизовать ресурсы для решения трех ключевых задач. Если вам объявили войну, а гибридная война в самом разгаре, если у вас украли почти 300 миллиардов долларов, если вас называют преступниками и наложили санкции практически на всех, то надо понимать, с кем мы имеем дело. У меня давно вышла книга «Глобализация и судьба человечества. Россия под прицелом глобализма». Она переведена на все мировые языки. Там сформулировано четко, что такое гибридная война и почему она перерастает в горячую по всем основным характеристикам. Не устаю вам повторять, будем сильны, умны и успешны. Никто нас не тронет. Если будем и дальше не уделять должного внимания консолидации общества, поддержке талантливых кадров, формирование ключевых направлений в области промышленности, строительства, сельского хозяйства, если не уделим особое внимание науке и качественному образованию, то и дальше будем разваливаться и рассыпаться. Вчера он об этом особо сказал, но я весьма удовлетворен, что он впервые охарактеризовал, что такое пятая колонна. Надо было добавить и шестая колонна, которая вроде сидит помалкивает, но в любую минуту загонит тебя нож в спину. Ему бы надо было еще и вспомнить трагический 91-й. Эти три дня, марта 16, 17, 18, знаковы для нашей страны. 17 марта 91-го года состоялся всесоюзный референдум за сохранение в единстве великой советской страны. Воля народов была безупречной. 77% сказали, желаем жить в общей стране, но оказались растриги и предатели. Это и есть пятая законченная колонна, которая в стране придала эти результаты в Беловежье и потом наняла команду из этой пятой колонны в лице Гайдаров, Чебайсов и Козырева, и с ними для того, чтобы ликвидировать и референдум, и единое союзное отечество. Я посмотрел, как недавно выступал по скайпу, видимо, выступал Зеленский перед американским парламентом, японским парламентом, европейским парламентом. Американцы скакивали 10 раз, аплодировали. Мне это напомнило, как они дружно аплодировали растриги пьяницы и мерзавцу Ельцину, когда он приехал в Америку. 16 раз скакивали, он докладывал о том, как он предает страну, всех вместе нас, как он разрушает, как он разворовывает, как он пускает распыл великую нашу победу. Вот они теперь подпрыгивали ровно 10 раз, аплодируя Зеленскому, которого не хватает элементарной воли, он превращается не в комика, а в кровавого клоуна, который, собственно говоря, предает и Украину, и своих друзей, и близких, и детей, и женщин, превращая всех заложников нацистско-бандеровской своры, которая полностью оккупировала Украину, понастроила там биологических баз, потянулась к ядерному оружию и готова была залить кровью весь Донбасс. Меня больше всего обескураживает и та благополучная Европа, которую я неплохо знаю, был практически во всех странах и много лет работал в Совете Европы в Страсбурге. Она тоже подпрыгивала, аплодировала, хотя сама себе стреляет в ногу, но, похоже, решила сделать, как японские самураи, себе харакири. Европа не может развиваться без естественного экономического, научно-культурного взаимодействия с Россией. Я там выступал в Совете Европы с докладом и говорил, самое перспективное предприятие 21 века будет, если мы сложим культурно-промышленный потенциал Европы с огромным потенциалом России и выстроим великолепный мост между Европой и Азией, который будет указывать путь будущего в 21 век. Вместо этого накладывают одно за другое санкции и сами не знают, что делать. Богатая и мощная экономика Германии без наших ресурсов не может быть конкурентоспособна. Макрон давно понял, что нельзя прерывать с нами экономические связи и дал, видимо, шепот, а может, слух своим предпринимателям, чтобы они работали в России, они продолжают. Все Средиземноморье, Испания, Португалия, Италия, Греция, Кипр никогда в Страсбурге против нас не голосовали. Я воочию видел, и они во многом нам симпатизируют. И вот они слушают этих русофобов из Прибалтики, поляков, которые испокон веков пытались вредить нашей державе через польский коридор, нам три раза к нам врывались с нашествием все эти самые злобные силы, которые собирали под себя и Гитлера, и Наполеоны, и все вместе взяты. Европа сегодня делает, на мой взгляд, стратегическую ошибку. Я посмотрел и послушал Байдена. Человеку в таком возрасте заниматься дипломатическим хулиганством не к лицу. Не имеет права президент большой страны так обращаться с своими коллегами. Нравятся ли вам, не нравятся, но они возглавляют одну из крупнейших цивилизаций в мире. Когда у нас тут стоял большой театр, Америки еще на карте не было. Поэтому не имеют они права так обращаться. Переживем мы все это не впервой. Но я хочу обратиться еще раз к президенту. Надо быть в своей логике политической. Желание консолидировать общество предельно последовательно. Мы одерживали победы только тогда, когда вместе собиралось все общество, все государственные патриотические силы. И решали прежде всего задачи суверенитета, независимости и безопасности. Не случайно Проханов решит сегодня идеологию победы. Мы народ победы. Мы выжили благодаря великим победам. Начиная с Чудского озера, где Тевтонов проучили, что русская правда сильнее их лжи, нахальства и насилия. Мы собирались на поле Куликовом, где родилась русская государственность великая. Мы устояли против нашествия Наполеона. Кстати, хочу напомнить, что в ее 500-тысячной армии было 100 тысяч поляков. Сюда снова приперлись под Москву. Не научили их в свое время, когда Минин и Пожарский выставляли их отсюда, из Кремля. В принципе, мы удержали страну после того, как Николай II спалил империю Первой мировой войны. Ленинско-Сталинская модернизация подняла нас к высотам победы. И победы на земле, и на сражениях, и в науке, и в образовании, и в космосе, и в социальным планах. Поэтому нынешняя власть должна прекрасно понимать, что если она не обопрется на толщу великих достижений тех, кто формировал нашу державу, впереди у нас не будет просветов, поэтому надо максимально отталкиваться от этого. Что касается вчерашних его посылов и требований, если вас взяли в клещи, если вам угрожают расправы, если вам обещают дефолт, обратитесь к опыту, который преподала команда Примакова-Маслякова-Герасин. Я после расстрела парламента с Ельцином не разговаривал. Мы жили в одном доме, в одном подъезде, я Москву курировал, с ним встречался и работал каждый день. Но когда он предал страну и всех нос, и предлагал мне любой кабинет, я сказал, что в таких условиях я от вас не могу ничего принять. Вы изменник, и за это когда-нибудь ответите. Меня с работы со всех за год трижды выгнали, хотя на руках было шесть человек, которых надо было кормить и поить каждый день. Так вот, после расстрела парламента у нас во дворе бой был. Одни пришли с ним разбираться, вторые со мной, у нас консьерж погиб. Но когда дефолт случился, звонит, и нездоровый, что будем делать? Я говорю, у вас в Москве разорилось 400 тысяч молодых людей. Вы их пустили по миру, все банки заклинили. Сбербанк только немножко выполнял свою миссию. Я говорю, нам срочно надо собраться и избрать тех, кому люди доверят. Собрались немедленно, сидели несколько часов. Я уговорил Примакову пойти премьером. Он сказал, куда вы меня суете? Смотрите, баррель нефть стоит 12-14 долларов, а золотовалютных резервов меньше 8 миллиардов. Я говорю, мы все ножки свесили. Через двое суток каждый начнет отбивать свой кусок, начнем разваливаться. Собрались быстро, попросили Маслякова. Тогда Ельцин говорит, пусть Маслякову премьером. Я говорю, если у нас не получится, вы еще на 10 лет нас раздавите, спишите на нас все. Ну и согласилась Яращенко, согласился быстро. Пригласили Матвиенко, социалку отдали. Нам в сентябре, это я Мишустину хочу напомнить, то есть посмотрит наш репортаж. Нам в сентябре нечем было платить ни стипендии, ни зарплаты, ни пенсии. Мы напечатали много денег. Напечатали их под конкретное производство, под программу всего еще трех пунктов. Первое. Собрали всех директоров, главных технологов, инженеров, и под его производство, под конкретный станок, машину, дали необходимую сумму и плюс фонд зарплаты и премиальный. И отчитывались они каждую неделю, что вкладывали в производство, а не на спекулятивный рынок, который смел бы все и поднял бы до немец инфляцию. Инфляция у нас стала падать. Мы каждую неделю проверяли банкиров, никто никуда деньги не перегонял. И третье. Мы не допустили, чтобы росли цены на коммуналку и бензоколонки. Три меры позволили стабилизировать, а персональное внимание всем отраслям позволило промышленности в тот год дать 24% плюс. И оттащили ограбленную, униженную, разоренную страну от края пропасти. Сейчас у Мишустина и Путина очень много ресурсов. Те, кто допустил, что огромные суммы денег оказались за кордоном и вовремя не перегнали, тем более я вижу по операции, она не задумалась давно, должны ответить за это. Это персональное ответство. Мы считаем, должны ответить и те, кто не заметил вовремя, откуда появились по всему периметру биолаборатории. Поэтому мы настаиваем на немедленном парламентском расследовании, потому что это угроза каждому из вас. Я могу об этом профессионально говорить, я три года занимался этим, борьбой с атомным, химическим и биологическим оружием. Знаю все виды, как они применяются и что делается. Когда у вас вдоль границы разместили все, что может завтра вас отравить, укусить или отправить на тот свет, это абсолютно недопустимо. Давно надо было бить в тревогу и в Совете Европы, и в Совете Безопасности. Кстати, американцы отработали это блестяще. Весь отряд 731-й японский, который занимался самыми жуткими экспериментами над людьми, весь в полном составе оказался в Америке. Даже лабораторию, которая там работала, назвали 731-й. Они знают, что они делают. Они прекрасно понимают. А у нас 30 станций по Украине, 5 в Грузии, 9 по периметру Казахстана и во всех остальных. Чем они занимаются? Найдите хоть одну статью, которая бы описывала, чем они занимаются. Все засекречит. А сейчас госпожа Нулан очень взволнована, что ее расшифруют, и теперь, как только мы рот открываем на эту тему, так стараются замолчать или заткнуть. Ничего из этого не выйдет. И когда Европа поймет, что им готовилось, они плевали на эту Европу. Она им совершенно не нужна. Им надо сейчас НАСА палить, а Украину их там загнали. Европу пустить, а главным врагом уже обозначили Китай и его компартия. Поэтому наша задача сейчас максимально, вместе с правительством, отработать программу. Первый главный вопрос, кадры. Идите любому директору, задайте вопрос. Он спросил, где токари, слесари, фрезеровщики? Где хорошие программисты? Сейчас IT-технологии побежали за кордон. Мишустин должен вместе с нашими министерствами немедленно собрать самых талантливых ребят, предложить им любую лабораторию, хорошую зарплату и всех оставить дома. Они должны тут отрабатывать. Никакие нам информационные технологии не страшны. Я когда увидел у Билла Гейтса и 100 математику, которую сделали главным богачом, 50 русские. Все с удовольствием вернутся, тем более по сегодняшней жизни. Заплатите, построите им хороший коттедж и дайте работу. И завтра они вас двинут вперед сумасшедшими темпами. Никакой проблемы нет. Пять лет выступаю, закон подготовил. Вместе с Мельником, Алферовым, Афонином, Новиком подготовили порядок образования для всех и поддержка науки. Какой ты стратег, если у тебя на фундаментальную науку копейки тратится? Никакой не может быть великой державы без фундаментальной науки. Мы давали каждое третье мировое изобретение. Сейчас ходим, побираемся. Вторая задача, задача кадры. Кадры решаемы и быстро должна быть решаться. Вторая задача, реальное производство. Вчера Путин всем вроде бы дал задание. Правильно. Но реальное производство, это прежде всего оборудование. Я собирал директоров, образбирал, говорю, что, какая проблема? Сбыт продукции. Даже платформы не хватает. Вторая, мы не можем, у нас узлы многие иностранные. Я звонил своим губернаторам, говорю, соберите всех толковых людей. У нас много мастеров. У нас страна, которая левшу подарила миру. Соберите, сейчас должны быть готовы к том числе подготовке деталей, которые поступают из-за рубежа. Решаемые проблемы мы быстро решим. Есть обводные маневры, которые позволят нам заказать любую деталь из своих союзников. Я признаюсь вам, я хотел купить хорошую машину по производству печати, газеты и все остальное. У немцев она одну цену. Позвонил своим друзьям в Индию. По их лицензии делают не хуже. В два раза дешевле. Взял в Индии. Никакой проблемы нет. Решим мы это дело. И если брать даже электронику. Мы выпускали 26% мировой электроники. Мы целый Зеленоград построили. У нас лучшие программисты. У нас Глушков гений был в этом деле. Все ООН нас с ним консультировал. Вот проблема у них возникла. Да на наш объем китайцы нам изготовят за три дня это оборудование. Не надо сеять панику. Решаемая задача. Но если вы не сплотите общество, то результат у вас не будет. Все Сталина пальцем тыкают. Они многие ему подметки не годятся. Он понял, что такое гражданская война. Он был сам на всех фронтах. Он сам пережил ее. Шесть раз в ссылки отправляли. Но он понял, что не сплоти общество, не реши задачи. И не решив проблемы быстро. В 1931 году сказал. Или пробежим за 10 лет, что Европа прошла за 50, и пробежали 9 тысяч заводов лучших построили. Лучшим станочным парком встретили 41-й. Самыми грамотными кадрами и храбрыми офицерами солдат. Откуда появились Жуковы, Рокоссовские, Коневы, Василевские. Поэтому сейчас надо Путину опереться на это. Вчера объясняют задачу. Мы накормить можем 500 миллионов человек. Никакой проблемы нет в этом. Еще раз обращаюсь к президенту. Поддержите народные предприятия. Вы же дали совет, чтобы семинар, он прошел. А через три дня пришла опричнина местная, которая стала предприятие совхоз Ленина разворовывать. Усолье Сибирское нагибать. Пришли к Казанкову лучшему руководителю страны. Сидит судья, который посылает и вместе с Полихатой при покровительстве администрации Воробьева разоряют лучшее хозяйство. Я обращался к Единой России с трибуны 10 раз и вас просил, покажите. Первый канал 10 раз приглашал. Покажите лучшее хозяйство. Не формат. Оказывается, формат, когда за спиной стоят с чужими плакатами. А это не формат. Лучшее предприятие в Европе, в стране. Поэтому надеемся. А вот Сталин сумел примириться с казаками. В 1934 году полки казачьи создали. С кулаками, с священниками. Извинился перед теми, кого они заслуженно казали. Учитесь, пример берите. А это Единая Россия. 8 лет многие не появлялись в Донбассе. Сейчас, оказывается, они одни там оказывают помощь. Мы 93 конвоя отправили. Мы каждые два месяца им помогали. Мы были во всех окопах, во всех школах, во всех детских домах. Мы вместе с Кобзоном создали движение «Дети России», «Детям Донбасса». 10 тысяч детей приняли. Я приглашал первый канал. Говорю, не нравится им Юганов, Афонин, Новиков. Это ваше дело. Ну, покажите детей. Вот сейчас дети приехали оттуда. Лучше наших знают русский язык, литературу, математику, физику. Они сохранили многие программы, по которым учились. Пример надо брать, поддерживать. Что касается военной операции. Военно-политическая операция оказалась неизбежна. Абсолютно согласен с Путиным. Можно было давно решить эту проблему. Но надо было тогда работать с населением каждый день. Один сидел, трубу хранял, второй с Порошенко конфетами торговал наш посол, а третью я вообще не знаю. Разве это нормально? Мы предлагали, давайте мягкую силу создадим. У нас 83% на Украине по опросу назвали русский язык материнский. Где движение? Нет. Где женщины-матери? Нет. Где офицеры? Нет. Где компартия? У нас в 25 областях все подразделения были готовы. В сторонку, в сторонку. Ничего из этого не выйдет. А сейчас, сейчас приходится бороться. Но и надо иметь в виду, если мы не доведем это дело до конца, этот нарыв обязательно превратится в гангрену. Это жуткий и страшный нарыв нацизма на цели Европы, на земле братской Украины. Он достался от нацистской Германии. Бандеровцы были самым злым, самым отъявленным псом, эсэсовцем. Если вы посмотрите, все дело связано от Хатыни, бабы ее Яра, до Волыни, где выразили, вырезали, кто сколько называется, что 60-70 тысяч поляков. Я все документы секретные смотрел, я там был. У вас ужас берет, когда смотришь на все это. И вот это вырастили, направили их в военные училища, обработали население, скакали, кто не скачет, тот максалит. И полный молчок у нас. Единая Россия, остальные. Мы говорим, остановите. Посмотрите, куда это дело ползет. Вот оно и приползло. А теперь придется выкорчевывать эти метастазы. Операции сложные, опасные. Но весь вопрос в том, что если ее не решить, завтра будет в 10 раз хуже. Мы специально подготовили материал, который использовала советская страна, в том числе и наши союзники, когда они вырывали корме нацизма из Германии. Подготовили, как это происходило во всех странах-сателлитах фашистского рейха. Этот материал подготовлен, будет отправлен всем членам Совбеза, президенту всем членам правительства и губернаторам. Они обязаны его изучить и посмотреть. Это одна из сложнейших операций, которая связана с настроением людей, с пониманием сути, ценностей, с учебной литературой, с порядком работы в средствах информации. И придется нам заниматься очень плотно, исключительно плотно. Но самое удивительное, мне казалось, я был через 15 лет в Германии после начала войны, после нашей победы. У нас Гера, городок 1200 было, тысячу эсэсовцев было на учете. Ни одного акта вандализма за три года не было. Они понимали, что дело имеют страной-победительницы. Мы их держали на учете, контролировали, но мы очень активно проводили политику дружбы со всеми трудовыми коллективами, с кооперативами, со школами, особенно учебными заведениями. И должен сказать, политика имела огромную популярность в народе. Сегодня, когда я приезжал в Восточную Германию, я много раз там и фестиваль 10-й правил, должен сказать, у меня там много друзей и очень хорошее отношение и сегодня к нашим гражданам. Я бы попросил по нашей этой программе Новику Дмитриевичу представить этот материал. Уважаемые участники нашего встречи, вот в этой папке находится, на наш взгляд, принципиально важный документ. Документ, который сегодня до конца дня председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов отправит президенту Российской Федерации, членам Совета Безопасности, главам регионов и другим ответственным руководителям нашей страны. Цель операции, проводимой в Украине, на территории Украины, заявлена. Прежде всего, это демилитаризация, деноцификация с одновременным обеспечением защиты независимости Луганской и Донецкой народных республик, с необходимостью зафиксировать российский статус Крыма и осуществить целый ряд других задач. В том числе, связанных с нейтральным статусом Украины. На наш взгляд, именно соединением двух задач демилитаризации и деноцификации определяется тот высокий уровень поддержки, проводимой операцией в российском обществе. Все граждане в нашей стране понимают, что одну задачу нельзя решить без другой. Что если корни нацизма будут оставлены, если они не будут выкорчеваны, то и война, и конфликты, и ненависть вернется в жизнь Украины, нашего братского народа, и флюидами будет распространяться по всем окружающим территориям, странам и государствам. Сегодня здесь, в Государственной Думе, прошло важное совещание. Оно было посвящено формированию единого образовательного пространства в России, Луганской, Донецкой и Народных Республиках. Участвовало руководство Государственной Думы, представители ряда профильных комитетов, министр высшего образования и науки, министр просвещения и те руководители ДНР и ЛНР, которые за вопросы культуры и образования отвечают. Много важных вопросов обсуждено. Вопросов содержательных, вопросов сопряжения образовательных процессов. Но все-таки многие вещи уносят важный, но технический характер. Мы должны, конечно, говоря в образовательном процессе, о культурном процессе на территории наших стран, говорить о содержательной, о содержании образовательных программ, о содержании учебного процесса, чтобы вот те самые вопросы, где нацификация, где фашизация, где бандеризация, они были бы обеспечены уже с детского сада и с первого учебника истории, который достается школьнику в средних классах. Чрезвычайно важный вопрос. И вот тот опыт демилитаризации, деноцификации гитлеровской Германии и ее стран-сателлитов, которые изложены в этой информационно-аналитической записке, он показывает, что вместе с социальными вопросами крупными, вместе с наказанием фашистских преступников, вместе с решением ряда экономических задач, всегда в каждой программе, в Венгрии или в Румынии, или в Германии, или в Австрии, всегда ставились задачи, связанные с образовательными программами, с обучающим процессом, с учебниками, с предметами искусства, с уничтожением наследия гитлеровской Германии и в этой сфере в том числе. Как показала практика, опыт деноцификации должен быть последовательным и полным. В противном случае могло оказаться так, как это случилось в западных территориях Германии, на базе которых затем была создана Федеративная Республика Германии. Когда уже в 50-х годах, несмотря на все предпринятые меры, а меры были достаточно широкие. Тем не менее, социологические опросы ФРГ в середине 50-х показывали, что значительная часть населения продолжала симпатизировать гитлеровскому режиму. В ГДР ситуация была принципиально иной, потому что меры деноцификации были принципиальными и последовательными. Судите сами, можно ли деноцифицировать мерзавца на 50%? Можно ли считать, что он наполовину стал приличным человеком, а на вторые 50% остался бандеровцем? Можно ли считать, что в украинском обществе, например, есть 20% оголтелых нациков, есть некоторое количество людей, которым симпатизируют? Можно ли решить проблему деноцификации, ставя задачу уменьшить в половину количество таких людей и попытаться переубедить их? Нет, деноцификация должна быть полной, системной, полноценной, в противном случае, повторяю, и угрозы войны, и угрозы нездоровых развития, нездоровых общественных тенденций будут сохраняться. Поэтому сегодня очень важно, что в российском обществе эти меры были осознаны, приняты, и это еще раз актуализирует ту программу Коммунистической партии Российской Федерации, с которой мы шли на выборы. Она касается и социальных вопросов, и экономических вопросов, и политических задач, и культурно-образовательной сферы. Каждая из этих сфер одинаково важна. Нельзя взять одно звено, и за счет него решить все вопросы, связанные с демилитаризацией. Поэтому по блоку всех задач, начиная с национализации ключевых отраслей экономики, банковской системы, мы продолжаем нашу законотворческую работу. И Геннадий Андреевич, и его заместители, и Николай Семенович Холомейцев, и все, кто руководят нашими комитетами, и весь наш партийный актив на каждом заседании фракции продолжает обсуждать пакет наших законотворческих инициатив. Он будет продолжать вноситься настойчиво, регулярно. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Александр Андреевич, этот материал передадите во все информационные агентства, отправите главным редакторам. Я надеюсь, он им поможет разобраться в очень сложном и крайне актуальном для всех нас вопросе. Для нас принципиально важно, здесь сплачивая общество, почувствовать настроение во всех наших первичных организациях, в левопатриотическом движении. Поэтому мы регулярно проводим с ними консультации, встречи и продолжаем бороться за то, чтобы строго соблюдались все демократические информационные нормы, которые должны быть в обществе. Мы выступаем против того насилия, которое продолжается в связи с успешной работой наших народных предприятий. Мы настаиваем на том, чтобы выпустили сына Левченко из тюрьмы, сидит полтора года абсолютно необоснованно. Мы требуем, чтобы перестали преследовать Бондаренко, одного из талантливых наших журналистов, руководителей, на которые идет охота в Саратовской области. Мы настаиваем на том, чтобы сняли все судимости из Бессонова, чтобы все сделали для того, чтобы перестали преследовать Ирашкина. Я их убеждал, закончите сводить счеты здесь в стенах. Думаю, с человеком, который попал случайно на охоту и которого преследовали несколько месяцев. Давно можно было заплатить штраф, восстановить потери для природы и двигаться дальше. Но этой активной работой, связанной с защитой нашей товарищей, работой с местными организациями, союзниками, занимается мой первый зам Афонин Юрий Вячеславович. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые товарищи. Коммунистическая партия Российской Федерации на протяжении всех этих десятилетий понимала опасность продвижения НАТО на восток. Именно мы первые, не просто словами, но на делах, не допустили создание базы НАТО Феодосии, когда в начале 2000-х Геннадий Андреевич Зюганов, Николай Михайлович Харитонов, лидер Компартии Украины Петр Николаевич Симоненко вместе с жителями Крыма, не допустили создание этой базы. Мы не тешили себя иллюзиями, что попытка партнерства с НАТО ничего не даст Российской Федерации, поэтому именно КПРФ не допустила проведения совместных учений в Нижегородской области и создание базы подскока в Ульяновске, потому что создавалась ситуация, когда НАТОвский сапог может оказаться на территории нашей страны. И вся эта работа, она являлась плановой, потому что мы воспитывали наших комсомольцев, коммунистов на идеалах пионеров, героев, на подвиге, ратном подвиге наших солдат, на героизме комсомольцев, молодогвардейцев Краснодона. И этот подвиг продолжается сейчас, потому что среди тех ребят, кто выполняет вместе и контрактники, и офицеры, свой воинский долг на территории Украины, проводя спецоперацию, есть и наши товарищи. К сожалению, среди них есть потери. Наш комсомолец из Новошахтинска, Артем Теплов, погиб смертью храбрых. Это показатель патриотизма, который воспитан нашим поколением. Мы сейчас делаем все для того, чтобы обеспечить в регионах, куда приезжают беженцы из Донецкой и Луганских народных республик, их всем необходимо. Геннадий Андреевич сказал о том, что готовится очередной большой гуманитарный конвой, и он 21 марта будет отправлен в Луганскую народную республику. Причем это сбор со всех наших партийных организаций, и Северный Кавказ, и Центр России, большой вклад Ульяновской области, и Павловского федерального округа. Следующий конвой будет направлен в Донецкую народную республику. Мы продолжаем вот эту большую программу оздоровления детей, реабилитацию после обстрелов и тех военных действий, которые проходят, и это уже более 11 тысяч детишек, которые посетили Российскую Федерацию, и которые действительно, которым привиты лучшие идеи патриотизма и справедливости. Ну и, конечно, важная дата – это воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, возвращение в родную гавань, и мы обязательно по всей стране проведем крупные мощные мероприятия в поддержку этого решения. Автопробеги, митинги – наша позиция в этом плане принципиальна, так же, как она и принципиальна по экономической программе. Если вы посмотрите вчерашнее обращение президента, то, что ключевые идеи, которые позволят развивать нашу экономику, это идеи КПРФ, с которыми мы не раз выступали здесь в стенах Государственной Думы и с которыми шли на выборы. Население сейчас поддерживает те решения, потому что верить в серьезный прорыв. И задача власти – этот прорыв обеспечить и не подвести эти надежды. Но, как Геннадий Андреевич правильно сказал, сейчас нужна консолидация общества. И продолжение давления на левопатриотические силы, которые десятилетиями говорили о необходимости изменения курса, это фактически во многом посыл, в том числе и этой пятой, шестой колонны, которая надеется, что все уляжется, и потом они будут продолжать выводить деньги на Запад и проводить вот эту либеральную политику. Поэтому наши партийные организации полностью отмобилизованы. Мы будем защищать нашу страну, но и защищать наших товарищей, показывая лучшие формы развития, как формы народных предприятий, которые существуют по всей стране. В заключение предлагаю правительству Мишустина взять нашу программу «Десять шагов достойной жизни». Вчера президент абсолютное большинство наших позиций поддержал. 12 первоочередных законов, их не надо записать, они лежат на столе в Думе, мы их вносили, и спокойно их принять. Один из главных законов, чтобы все недра богатейшей страны в мире работали на каждого человека, а не на 15 карманов. Национализация минеральной сырьевой базы страны. Пусть там все формы собственности и хозяйствования, но это должно обслуживать всех людей. Наш закон о том, что надо хранить деньги в своих кассах, и надо все делать для того, чтобы золотовалютные резервы накапливались, в том числе и золотишко не надо разбазаривать. За последние два года 600 тонн золота столько добыли и столько вывезли. Можно было спокойно принять решение, и сейчас бы у голова не болело по многим вопросам. Наш закон об отмене пенсионного ледоеста давно лежит, оно никому не нужно. Вздохнут многие семьи, и молодые, и пожилые, и будут хорошие условия для воспитания детей. Наш закон образования для всех, который гарантирует каждому вплоть до высшего, бесплатное образование, первое рабочее место, он просто просится, его надо принимать, не откладывая. О детях войны, которые имеют жалкие гроши и не в состоянии прожить, давайте примем. Они почувствуют заботу о себе, и это будет исключительно гуманно. Мы про житочный минимум говорили, не 13 300, а 25. В противном случае у вас не будет покупателей, будет завода, не будут работать и так далее. Наша программа поддержки малогородов и строек, я вчера порадовался, Абянин подробно сказал, что будем строить, что 95% того, еще мы строим, сами производим. Блестящая мысль. Она спасает десятки тысяч предприятий. У нас готово все, что связано с аграрным сетом. Надо благодарность объявить Кашину, Харитону, Коломейцу, которые все сделали, чтобы подготовить программу. Она одобрена госсоветом, рассматривалась в министерстве. Солуаном пришел, все к чертовой матери выкинул. И вчера президент говорит, вот земли, если гуляют, давайте их засеивать и прочь. Ну, давно можно было принять это решение. Если они у вас 2-3 года не засеваются, примите решение и пустите их в оборот. Хочу напомнить ленинградцам. Исаакиевский собор величный стоит. Знаете, что было после первой весны 42-го года? Что было вокруг? Вокруг Исааки был разбит огромный город, где выращивали капусту. Ни одного кулачка земли, окруженного со всех городов, не было брошено. У нас вокруг Москвы, посмотрите, поедете, посмотрите на лес. В каком состоянии? У нас море проблем, которые можно решить дома и быстро. И очень эффективно. Под все готова программа, и очередная целина, и комплексное развитие села, устойчивое развитие, и народные предприятия. Я поражаюсь нелюбознательности единой России, которая сидит рядом, с утром голосует, они с Кремля махнули, после обеда голосует уже за Донбасс и Луганск. Надо восстановить в Думе полноценный диалог. И мы готовы к этому. Но еще раз призываю всех к конструктивной и ответственной работе. Время очень сложное, ответственное и горячее. Люди понимают необходимость военно-политическим образом искоренить нацизм и бандеровщин. Но они не понимают, почему в стране море ресурсов, и они обслуживают узкую касту. Они этого не понимают. Можно принять быстрое решение, которое позволит стране резко рвануть вперед. И никакие нам санкции тут не страшны. Никакие. Еще последнее. В стране в одинчасового пояса должна быть мощная авиация. Сталин это понял в 28-м году. Были заложены 15 заводов. Производили в советское время полторы тысячи летательных аппаратов в год. Я проверял Красноярский край. Первый секретарь Федирко говорит, я говорю, мне надо доложить вам на бюро. Он говорит, завтра соберу в 12. А мы вечером сидим накануне. Я говорю, у вас от Норильска 4 тысячи километров в Хакасия входило. Он говорит, у меня над краем летает 700 самолетов и 90 аэродромов. 30 типов самолетов производили. Ни одного чужого болта не было. Мы сейчас сидят, хвозди чертят, откуда возят. Шурупы кто-то им делает. Вот проблема. Все решаемо, если будем заниматься делом, а не сводить политические счеты. Страна требует сплоченной, дружной работы. И еще раз хочу протянуть братскую руку ридной Украине. Украинский народ должен понять, что их нацизм обработал, что ЦРУшники их держат в качестве заложников, что из них готовили базу для военных авантюр прежде всего с Россией. Абсолютно противоестественная политика для тех, кто всегда вместе сражался за правое дело на этих гигантских просторах. Поэтому давайте вместе освободимся от этой нацистско-бандеровской коросты и будем двигаться вперед. У нас великая тысячелетняя история призывает к этому.